добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о плодах сегодня на очереди у нас радость очень многие верующие в том числе мне говорили о том что праведник едва улыбнется смехотворство неприлично святым и вообще мы должны быть такими постно смурными такими все время осуждающими себя за свою греховность такими знаете одеться как такие знаете не пойми кто ходить в таком виде непонятном это нравится богу друзья это не нравится бог бог ненавидит вообще все это радость это что-то что делает тебя светлым не темным именно светлым недавно ну как недавно некоторое количество лет назад покаялся один парень знаете хохмач весельчак покаялся через девушку влюбился в пятидесятницу и решила не жениться мы поговорили с ним о том что ему нужно принять христа потому что когда парень девушка верующие неверующие это сложные отношения и он согласился парень очень близок был к богу но поскольку девушка была не из нашей церкви из очень консервативные церкви я сказал ее не нужно вытаскивать из этого общества потому что ей будет очень дискомфортно если ты любишь ее ты должен ради любви ради нее стать частью того сообщества он сказал да конечно без проблем и сходил на собрание туда один раз два потом пришел ко мне и задал мне очень интересный вопрос который меня с одной стороны развеселил а с другой стороны огорчил сказал скажи пожалуйста могу я быть веселым христианин не как они здесь да но там нет там тебе придется надеть маску скорби и скорбеть с ними до пришествия как вы думаете долго ли этот парень задержался в церкви думаю ответ совершенно очевиден когда бог приходит в нашу жизнь он приносит радость я не представляю себе как можно быть таким знаете загнанным забитым плачущим когда твою жизнь пришел великий бог когда тебя спас господь когда за тебя принесли жертву великую жертву больше которой не существует вообще ничего ты не можешь оставаться равнодушным более того благая весть это еще и радостная весть то есть весь которая радует у тебя появляется надежда тебя появляется то чего не обладал не обладает весь мир то чего у большинства людей нет у тебя появляется жизнь потому что бог пришел и он разрушил дела дьявола он разрушил смерть смерти больше нет власти над нами это ли не повод радоваться и дух святой который живет внутри нас он постоянно говорит тебе посмотри посмотри вот повод радоваться сегодня теплый день сегодня хорошая погода сегодня у тебя получилось пусть мелочь но она получилась это повод радоваться и может быть у тебя не очень хорошая ситуация на сегодняшний день но посмотри наверх посмотри в небо и господь улыбается тебе». Он говорит, ты молодец, у тебя хватило силы дожить до этого момента, сохранить веру, ты молодец, я радуюсь за тебя. Дьявол приходит и говорит, ты неудачник, у тебя вот это не получается, у тебя здесь проблема, у тебя там проблема. И твоя радость такая, хоп, и сдулась. И ты смотришь на мир и думаешь, все плохо. Но живущий тебе Дух Святой. Он говорит, подожди, ты жив, ты идешь в небо, Бог улыбается тебе с неба, Он рад видеть тебя каждый день. Каждый раз, когда ты приходишь к Нему в молитве и поклонении, Он рад тебе видеть, Он простирает руки свои. И Он говорит, подойди ко мне, дитя мое, я люблю тебя, я рад тебе. И это потрясающе. И тогда тебя начинает наполнять радость. Вот жизнерадостные люди, это те люди, которые не просто, знаете, сами по себе наполнены радостью, а это те люди, которые способны заразить этой радостью других. Заразить вот этим потрясающим зарядом, бодрым зарядом радость. Потому что это работа Духа Святого. Он в каждой самой, я не знаю, патовой ситуации, в самом дне находит что-то, что просто может тебя обрадовать. Это может быть мелочь, это может быть что-то незначительное, но это перечеркнет все эти груды мрака, которые просто окружают твою жизнь. Знаете, я как-то был в горах, и это был просто отвратительный день. Это были духовные атаки, это были моральные атаки, это был конфликт очередной там с какими-то людьми. Это было все плохо, и в довершении ко всему был дождь. В горах холод, дождь. Ты полумокрый, сидишь, смотришь, это огромные эти черные почти тучи. Грома не было, все затянуто, и такое чувство, что жизни конец. И потом вдруг, знаете, среди туч чуть-чуть такой просветик, и оттуда потрясающий луч солнца. И вы не представляете, как этот луч солнца разукрасил эти же тучи. Они вдруг оказались не черными, а фиолетово-золотистыми, переходящими в розовое, играющими разными переливами. Потом появилась радуга, потом появилась какая-то, знаете, такая играющая завеса цветная. Я так понял, что это так рассветился дождь. Это длилось буквально, может, секунд двадцать. Но я вдруг увидел, насколько вот этот даже мрак, он может быть прекрасен, когда маленький лучик света с неба приходит в нашу жизнь. И эта радость, этот плод Духа Святого, который во всех, в любых абсолютно самых тяжких ситуациях может сделать какую-то мелочь, которая тебя обрадует. И он учит тебя. Когда в следующий раз ты попадаешь в похожую такую мрачную ситуацию, ты уже начинаешь подспудно искать, где же этот лучик света. И уже в предвкушении увидеть это в другом виде, да, то есть не в таком мрачном, ты начинаешь радоваться. Это потрясающе. Итак, друзья, радость – это когда Дух Святой действует внутри твоего сердца, делай тебя радостным.